Здравствуйте, наши дорогие друзья! С вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Сегодня вашему вниманию битва двух акустических систем для домашнего пользования. Microlab Solo 11 и Alessis Elevate 5 MK2. Приступаем. Начну с того, что в названии у Alessis присутствуют такие словосочетания студийные мониторы, тогда как микролабы позиционируются исключительно как компьютерная акустика. Однако, когда видишь на мониторах выход на наушники, когда из двух колонок одна является пассивной, и когда из управления звуком тебе предлагается только один улучшайзер низких частот, волей-неволей вспоминаешь о мультимедийной акустике. Но давайте согласимся, что называть все это можно как угодно. Главное, чтобы оно выполняло свое предназначение и отвечало нашим конкретным требованиям. Теперь о цене на эти колонки. Alessis продается где-то по 16 с половиной тысяч рублей за пару. Такие цены диктуют нам местные уважаемые коллеги продавцы. Но и примерно столько же будет стоить пара микролабов. Нехило так для мультимедия. Но, возможно, я рано негодую, и они совершенно достойно покажут себя. Посмотрим. Теперь дальше. Основное, что может составлять интерес у пользователей, это мощность и частоты. Alessis 2 по 40 ватт и от 56 до 20 тысяч герц. Микролабы 2 по 50 ватт и 20-20 тысяч герц. Так, и вот он первый момент, где Alessis отказываются от бирки мультимедийные. Ладно, посмотрим дальше. В отличие от Alessis, где можно, как я уже говорил, подзадрать только низкие частоты, микролабы предлагают нам покрутить как низ, так и верх, а также подключить источники звука не только традиционным способом, но и используя цифровые оптический и коаксиальный вход. Плюс беспроводное соединение. И вдобавок ко всему ещё и заряжать свои мобильные устройства через USB. Ну, в лучших традициях мультимедиа. Кстати, провода на все заявленные случаи жизни есть и у одних, и у вторых колонок. Плюс у микролабов есть ещё и пульт дистанционного управления. Что ещё касается подключений, то нельзя не отметить тот момент, что у Alessis есть выбор между RCA и TRS, чего нет у микролабов. Ну и также у последних отсутствует выход на наушники. Возможно, для кого-то этот момент может оказаться принципиальным. Даня сказал про динамики. Они тут одинаковые по размерам, пятёрки внизу и по дюйму сверху. А также ещё один немаловажный момент. Это деревянный корпус у Alessis и MDF у оппонента, что может внести какие-то коррективы в звучание. Ну и, наконец, самое важное, это фазоинверторы. У микролаба они сзади, что может для кого-то явиться однозначным поводом не покупать подобное. У Alessis парочка портов спереди. То есть колонки можно придвигать практически вплотную к стене. Это для кого-то будет плюс. Ну что ж, внешнее знакомство у нас завершилось. Будем пробовать их слушать, чтобы понять наконец, что где лучше использовать, да и вообще, что у них со звуком. Для начала предлагаю услышать, есть ли действительно разница по качеству звучания в зависимости от подключения на микролабах. Всё дело в том, что в интернете достаточно много людей пишут именно о том, что сигнал по Bluetooth они воспроизводят, мягко говоря, не очень. Вот и давайте попробуем это услышать. Так, а теперь то же самое произведение и покрутим эквалайзер. Субтитры добавил DimaTorzok Друзья, давайте выводы чуть позже, а сейчас послушаем эту же композицию на Alessis в чистом варианте и с бас-бустом. И последнее перед общим диагнозом слушаем поочерёдно наши колонки безо всяких добавок по частотам. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Ну что ж, всё услышали, выносим вердикт. Начну с того, что для студийной работы по большому счёту не годятся ни одни, ни вторые. Поясняю. Субтитры добавил DimaTorzok Так или иначе частоты можно как-то выстроить под себя и комфортно слушать музыку или во что-то играть. Хотя для любителей громко послушать, как мне показалось, их может и не хватить. Ну и цена. На мой взгляд, она всё-таки малость кусается. Друзья, на этом всё. По возможности работайте на хорошем оборудовании. Всем творческих успехов и до новых встреч! Ну что ж, всё услышали, выносим вердикт. Ну вот это, наверное, выносим вердикт, это я уже, видимо, скажу там. Это я так для связки. Друзья, на этом всё. По возможности работайте на хорошем оборудовании. Удачи и будьте счастливы! Спасибо.